Работа в сфере жилищно-коммунальных услуг требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. Ведь для человека очень важны условия жизни и комфорт. Помимо вопросов, которые каждый день встречаются в работе сотрудников ЖКХ, на заседании обсуждалась проблема капитального ремонта. Насколько я понимаю, в программу «Краткосрочные планы» своими пожеланиями на ремонт подведочных своих домов заявили все. Все заявились, то есть с желанием, чтобы были дома включены в эту программу, заявили все управляющие компании. И вот сейчас на 5 миллионов 400 мы все это ремонтируем. Вопросы финансирования обсуждаются уже не первый год, ведь жилищно-коммунальное законодательство не прописывает некоторые детали, поэтому и возникают спорные ситуации. На совещании говорилось, что часть финансирования будет возложена на жильцов, а часть будет финансировать сама управляющая компания. Дело это затратное, особенно для тех, у кого в доме находится лифт. И все равно, я говорю, вот чуть-чуть все, конечно, не продумано. Были бы деньги в общем котле, да, вот в управляющей компании, мы могли бы на 9 миллионов заменить 6 лифтов. Представляете? За год. 700, ну 800 тысяч в год. Два года нужно копить на один лифт, всего 5 лифтов нужно поменять. 10 лет. Также на повестке дня стоял вопрос об уборке мусора в праздничные дни. Ни для кого не секрет, что после масштабных событий в нашем городе почти у каждого контейнера скапливаются горы мусора. Город, контейнеры в городе, чтобы все у нас стык. Ну, в принципе, у нас это и всегда должно быть нормативно, чисто. Но к празднику, может быть, значит, где-то дополнительно смотреть, чтобы дополнительно где-то убрали. Вот территории вокруг вот этих вот контейнеров тоже еще раз внимательно посмотреть, придомовые территории. Работы у сотрудников управляющих компаний еще много. Достаточно и спорных вопросов. Но благодаря таким совещаниям жильцы и работники ЖКХ смогут достичь компромисса и найти оптимальное решение.